Вязание в 3 нити от 1 клубка, а также можно вязать в 6 ниток от 2 клубков. Смотрите, тоненькая ниточка. У меня, правда, не очень тонкая, просто чтобы вам было виднее. Но мы часто вяжем из бобинных ниток или просто очень тонких. И нужно нам сложить в несколько раз. Особенно это сейчас часто стало применяться, когда мы стали вязать модели с таким переходом в технике Деграде. И вот здесь как раз вяжется из тонких ниток, и поэтому удобен бывает этот способ. Вот здесь я сложила ниточку вдвое, и сейчас беру за эту часть, и у меня получаются 3 ниточки. Дальше, вот видите, здесь одна ниточка идет дальше, рабочая нить, и такое колечко получается. Я в него продергиваю эту, ну, вытягиваю ниточку, и сейчас буду вязать. Можно вязать как спицами, так и крючком. Вот здесь вот у меня 3 ниточки. Ниточки у меня тут такие средней толщины. Можно любой толщины применять. Конечно, это чаще всего из тоненьких ниточек. Очень удобно вязать прямо с бобинки. Можно из середины клубка, тоже очень удобно, клубок не переворачивается. Вот я просто провязываю, чтобы показать, как дальше очень просто продлять вот это соединение ниточек. Вот я вяжу, как обычно. И вот у меня там болтается рабочая нитка идет, и колечко из двух петелек, которые вместе образуют, вернее, из двух ниточек, которые вместе образуют 3. И вот у меня заканчивается. Я сейчас вдеваю в это, не знаю, как назвать, колечко, вот эту рабочую нить. Вытягиваю ее и снова на любую длину. Можно подлиннее, можно покороче. Дело в том, что вот это соединение совершенно незаметно. Как будто вы вяжете одной обычной. Ну, как будто в 3 нитки просто. Вот видите, совсем его не видно. И не чувствуется ни под руками, ни в полотне. И продолжаю вязать. Когда я снова довяжу до того, как у меня кончится, я вот, видите, просто снова продергиваю ниточку через это колечко. И у меня сразу снова 3 ниточки. В 3 ниточки. И еще одна особенность, это вот эти 3 ниточки очень легко распускать. Если что-то пошло не так, просто наматывайте нить в клубок и она распускается. Причем, что самое интересное, распускается в одну ниточку. Не в 3, если бы вот мы, допустим, сложили и вязали в 3 нитки с 3 клубков. Здесь у меня вот немножко запуталось. А на самом деле, но все очень легко распускается. Таким способом не важно, чем вязать крючком или спицами. Вот сейчас я покажу, как точно так же вывязать крючком. Вот я сложила нитку вдвое, поворачиваю у меня она в 3 и начинаю вязать крючком. Неважно, что я вяжу, я хочу показать вам просто вот опять этот переход. Вот у меня закончилась встроенная ниточка. Я опять в колечко протаскиваю рабочую нить, вытягиваю и, пожалуйста, у меня снова в 3 нитки. И соединение практически незаметно. Снова довяжу до этого колечка и вытяну снова ниточку. И это выполнять очень легко. Оно совсем не мешает вязанию. Вот снова у меня закончилась встроенная нитка. Я просто пальцем подхватываю ее из колечка и вытягиваю. Здесь я небольшие колечки делала, чтобы вам показать. А на самом деле можно и сделать побольше. Главное, чтобы они не запутались. Если тоненькие ниточки, то они легко запутываются. Так что определите для себя, как вам удобно вязать, на какой длине. И вяжите. Из двух клубков легко вязать 6 ниток. Точно так же. Я соединяю 2 нитки. Я специально взяла разного цвета, чтобы было виднее, понятнее. И тоже складываю их вдвое. Сложила вдвое. Снова поворачиваю. И еще сейчас вдвое. И у меня получилось 6 ниток. Точно так же. Подхватываю рабочую нитку. И протягиваю в кольцо. Вот видите. У меня здесь 6 ниток. В принципе, вязание точно такое же. Как заканчивается толстенькая нить. Доходим до кольца. И вытягиваем рабочую нитку через кольцо. И вытягиваем рабочую нитку через кольцо.